17 часов местное время в эфире Вести Ульяновск. Добрый день. Смотрите выпуски. Безопасность или шаговую доступность? Что выбрать? Прорабатывается вариант и капитального ремонта этого здания, прорабатывается поиск нового помещения. В лечении нуждается детская поликлиника номер 5. Теперь и на их улице праздник. Я вот каждый день утром, каждое утро хожу на прогулку и каждому рабочему говорила спасибо. На Камышинской день соседа отпраздновали в прекрасном настроении. Повод есть о нем чуть позже. Кто в пожарные идет? Сегодня в Ульяновской области 5700 добровольных пожарных. Но берут в этот состав не всех. Прежде всего нужно обладать отличными физическими навыками. Сегодня в Ульяновске прошли соревнования добровольных пожарных. Шаровая молния влетела в окно. Сегодня в первом переулке Баумана, что в северной части Ульяновска, случился пожар. По словам очевидцев, в открытое окно частного дома ударила молния. Огненный шар метался по комнате, а затем пламя вырвало снаружи. Напуганные соседи выбежали на улицу и вызвали пожарных. Гроза как стукнула, или молния какой-то, и такой щелчок, хлопок. И вот я в окошко посмотрела, я думаю, это у нас, здесь загорелось дом. А в окошко посмотрела, бабушка говорит, здесь вот рядом прям стрельнуло. Смотрю, уже дым пошел. А потом через мало времени огонь. Пожарные расчеты были на месте происшествия примерно через 6 минут. На пожары прибыло 3 отделения. Всего человек участвовало 11 в тушении. Пожар был сильный. При прибытии на место пожара наблюдалось открытое горение с окна второго этажа. Подали достаточное количество сил и средств. Вовремя ликвидировали, вовремя прибыли. Пострадавших нет. Благодаря оперативному прибытию пожарных подразделений от огня в доме пострадала только одна комната. В спальне повреждена отделка, шкаф и кровать. Пятую детскую поликлинику на площади Горького в скором времени закроют на неограниченное время. Такое решение было принято в региональном Минздраве после признания здания аварийным. Какая участь ждет больничное помещение, куда пойдут лечиться пациенты, выяснил наш корреспондент. Бывшее здание райкома. Постройка 1959 года. С давних времен обслуживает юных пациентов Засвияжского района. Сегодня ветхое помещение пятой детской представляет опасность. Причем как для самого персонала, так и для пациентов. Внешнее состояние нашей поликлиники, конечно, вы видите, поликлиника хорошая. Мы поддерживаем эту поликлинику, стараемся где-то все это подкрашивать, подмазывать. Поэтому так я не могу сказать, что все плохо в поликлинике. Но экспертиза признала, значит, мы должны выполнять эти требования. Видавшие виды здания стало основательно давать трещины по всем фронтам еще с 2013 года. Тогда и была проведена первая экспертиза. Здание признали ограничено аварийным. А недавнее повторное только ужесточило решение. Аварийное помещение окончательно непригодно для приема пациентов. То есть сейчас работает комиссия по поиску каких-то там решений, то есть куда мы это, как дальше будут развиваться события. Пока определенного окончательного решения нет. То есть прорабатывается вариант и капитального ремонта этого здания, прорабатывается поиск нового помещения в зоне как бы шаговой доступности площади Горького. Пока окончательного решения нет. О том, что поликлинику закроют, объявил министр здравоохранения на встрече с персоналом 29 мая. Однако такую инициативу раскритиковали некоторые депутаты. В частности, за отсутствие четкой дорожной карты в решении проблемы. Как депутат округа, который уже много лет здесь работает, хочу сказать, что все-таки поликлиника, и особенно детская, она должна находиться в шаговой доступности от наших клиентов. Ну, это неудобно в плане того, что мы живем рядом, мы ходим в эту поликлинику. Нам здесь очень нравится. Считаем, мы приходим сюда на коляске. Потому что мы живем на 50 лет в МКСМ, и не хотелось бы, чтобы нашу поликлинику закрывали. Ну, все-таки между безопасностью и удобством что выберете? Безопасность. Просто добираться будет нелегко. Потому что мы ходим на массаж каждый день, и получается, это будет очень затратно. Конечно, хорошо, что если будет ремонт. Все поликлиники нашего города, вот на Камышинске, отремонтированы хорошо. И нам бы желательно, чтобы все было комфортно для детей. Пока по сложившейся проблеме ищут решение. В самом министерстве сегодня предлагают перенаправить пациентов в другие лечебные учреждения. В частности, в дневной стационар на Артема 12 и в детскую поликлинику номер 7. В последней, к слову, завершают ремонтные работы. Планируется, что с 13 июня лечебное заведение откроет свои двери для оказания помощи по новым стандартам. Игорь Кранцев, Олег Тюрин и Денис Миронов. Весть Ульяновск. Граждане предложили, власть поддержала. Речь о ремонте зоны отдыха на улице Камышинской. Аллею, идущую вдоль одной из главных магистралей Засвияжи, включили в программу формирования комфортной городской среды. Благодаря народному голосованию в течение года изменили до неузнаваемости. А после окончания реконструкции устроили праздник, который собрал несколько сотен человек. Название «День соседа», пожалуй, как нельзя лучше, подходит к тому, что происходило на Камышинской. Ведь те, кто обычно бывает на этой аллее, действительно соседи, жители расположенных рядом домов. Именно они год назад и проявили активность, проголосовав за то, чтобы именно эта территория была благоустроена одной из первых в Ульяновске. Это же вот ноль и тысяча, например. Ноль и тысяча. Это вообще перемены. Я вот каждый день утром, каждое утро хожу на прогулку, и каждому рабочему говорила спасибо. Выровняли, расширили, установили новые скамейки. А еще разделили на несколько условных зон. В одной больше скамейк для отдыха пенсионеров, в другой – уличные тренажеры для всех желающих, в третьей – небольшая детская площадка, которая в крупном жилом микрорайоне весьма востребована. Ну, раньше как-то для детей мало что было, сейчас больше сделают для детей. И домик построили, и площадка, где им интересно. Эмоции зашкаливают, очень стало мило, красиво, стараются привести в божеский вид. Мы тут ежедневно гуляем, нам очень нравится, деткам нравится. Так что мы довольны. В день открытия обновленной аллеи жителей микрорайона пришли поздравить и творческие коллективы, и представители культурных автономий многонационального Ульяновска. И даже те горожане, кто не знал о празднике, ради любопытства заглядывали в сквер, находя для себя что-то интересное. Так, впрочем, было и задумано. Сегодня, я думаю, что большинство признает, что все получилось, недостатки устранены. Люди радуются освещению, радуются широкой аллее, в удобной плитке, по которой и с коляской удобно прокатиться. Вот счастливые лица – это самое главное. У нас Ульяновская область традиционно одна из лучших. Вот проведение соседских праздников, так признают организаторы этой международной акции. А еще скверно-камышинская – это граница между двумя соседними округами депутатов городской думы. При этом поддерживать порядок на этой территории обещают совместно, не перекладывая ответственность на соседа. Приятно слышать и в социальных сетях, и сейчас, когда проходишь слова благодарности людей за то, что действительно здесь произошло. Но я еще раз хочу обратиться к жителям дальнего Засвияжа, всем тем, кто инициировал проведение данных работ. Спасибо большое. Только благодаря вашей поддержке здесь это все и произошло. К слову, воплощение народной инициативы в реальный результат оценили и на областном уровне, отметив, что подобные проекты найдут поддержку и в будущем. Глава региона, нашедший в графике время для посещения обновленного сквера, назвал его тем самым наглядным примером добрососедских отношений населения и властей, которым нужно стремиться. Я надеюсь, что сейчас люди скажут свою оценку после такой большой работы, которая проведена по поручению президента, связанной с благоустройством. Мне кажется, опять все возвращается, как и должно быть. К красоте, к уюту, к доброжелательности и к восторгу в нашем общем. Олег Тюрин, Игорь Кранцев и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Каждый совершеннолетний житель Ульяновской области может стать добровольным пожарным. Для этого достаточно написать заявление. Но вот чтобы стать лучшим добровольным пожарным, для этого нужно пройти через сито областного смотра конкурса. Звание лучшего подразделения добровольной пожарной охраны дается непросто. Сегодня добывали его в 30-ти градусную жару, но это побочный фактор. Главное, жесткая конкуренция. На стадионе «Мотор» собрались 19 отборных команд со всей области. В этом году пять случаев, когда добровольные пожарные до прибытия подразделений наших федеральных противопожарных служб самостоятельно потушили пожары. Пять случаев в этом году зафиксированы. Сегодняшние соревнования состояли из нескольких этапов. Проверялось умение применять гидравлические ножницы, оказывать первую помощь пострадавшему, развертывать пожарные рукава и бить плотной водяной струей точно в цель. Сегодня в Ульяновской области 5700 добровольных пожарных. Но берут в этот состав не всех. Прежде всего нужно обладать отличными физическими навыками. И, например, в команде Майинского района, которая сегодня претендует на чемпионское звание, есть перворазрядники по лыжному и гиревому спорту. Добровольные пожарные действительно добровольцы. Они не получают за службу денег. Основные профессии у всех разные. Глава поселения, учитель, слесарь. В одну команду они объединяются при пожаре. Если я получаю сигнал, я сразу раззваниваю им по всем. Они сразу знают, где у нас стоит пожарная машина. Все мы там уже... Кто даже на дороге. Если мы едем в направлении, например, Заготскина, этот живет в сторону Заготскина, уже на ходу прыгает. Кто в этом направлении здесь? Ну, в основном все сбегаются к одному пункту, где у нас стоит пожарная машина. Мы живем в лесу. Но если мы не потушим, то кто потушит? В соревновании это проверка готовности добровольных пожарных. Удача сегодня отвернулась от прошлогодних чемпионов. Майна пропустила вперед Инзу. Но поражение дало творческий толчок, и доброволец Вячеслав Шундиков написал новое стихотворение. Да, я влюблен в Россию, скажу вам не то я. Здесь дали голубые, здесь родина моя. Спасибо. Дмитрий Емельянов, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Завтра во всем мире отметят День защиты детей. А в Ульяновске самые искренние и светлые люди на планете получают поздравления уже сейчас. На территории реабилитационного центра «Алые паруса» для воспитанников организовали фестиваль социальных партнеров «Лети, лети, лепесток». Как и в «Доброй сказке про цвете к семицвете», где последние желания использовали для помощи ребенку, в «Алых парусах» объединили с общей целью позаботиться о малышах, попавших в трудную жизненную ситуацию. От социальных партнеров, коммерческих организаций региона они получили ценные подарки и загадали сокровенные желания, не связанные с материальным благом. Запуская шары в небо, дети загадывали в первую очередь, чтобы быть, жить в семье, находиться с мамами, с папами. Это самое главное, ради чего мы существуем в нашем учреждении. Кроме предприятий, детишек поздравили местные эстрадные коллективы и воспитанники детских школ искусств. Они подготовили для ребят веселые игры, мастер-классы и концертные номера. Свою программу показали и сами воспитанники. К выступлению они готовились задолго до Международного дня защиты детей. Когда мы готовимся к этому празднику, все убирают себе платья, туфли, все такие радостные, бантики одевают. Ну, ждут. Таких праздников ждут не только воспитанники. Социальные партнеры и учителя Центра реабилитации надеются, что счастливых мгновений в жизни детей будет как можно больше. Общими усилиями они помогают искоренить социальное сиротство и восстановить благоприятную атмосферу в семье. Без четверти сто. Ульяновская филармония с размахом ответила знаковую дату. 75 лет с момента создания. На праздничном концерте побывала наша съемочная группа. В Ульяновской филармонии очередной музыкальный праздник. Ведь фантазии артистов звучали здесь и в годы войны. Шутка ли открылась она в далеком 44-м, когда на полях сражения не сполкали взрывы снарядов. В стенах филармонии доказательством продолжения жизни исполнялись бессмертные мелодии и музицировали знаменитые артисты. Для музыкантов, для артистов, для дирижеров и вообще для публики важно, чтобы приезжали в наш город хорошие солисты, известные солисты, известные исполнители, известные дирижеры. Это делалось всегда, но сейчас это делается, конечно, в разы, в разы делается больше. Эпохи сменялись одна за другой, но кое-что и в годы тяжелого для страны лихолетия оставалось неизменным. Мелодии, как и прежде, звучали в такт уходящему времени, поднимали страну в послевоенные годы, несли сквозь десятилетия, именуя все трудности, подобрались к знаковой дате. Традиционно под звуки музыки. Это для меня радость каждый день, общение с музыкой. И я на каждый концерт выхожу с трипетом. Ну, для меня экспириенс такой, каждый раз такая, какая-то магия определенная какая-то. Для особого случая репертуар подобрали магический. На сцене лучшие коллективы и солисты филармонии. Лауреаты всероссийских и международных премий получают от публики самое красноречивое доказательство народной любви. Несмотря на солидный с точки зрения человеческой жизни возраст, ульяновская филармония еще только начинает свой путь. Ведь если мелодии застывают в веках, то что говорить об этих стенах, пропитанных ритмом, тактом и темпом бессмертных произведений? Ценители высокого искусства верят, что 75 – это всего-навсего очередная точка отчета и скромная увертюра к великой опере, которая пишется на наших глазах. Павел Игнатьев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Сегодня в ДК губернаторский Борис Гребенщиков отыграет концерт в рамках большого тура «Двери травы». Сам тур посвящен 65-летию музыканта, но порадовал он своих ульяновских поклонников еще раньше, чем расскажет Олег Тюрин. Лондон, Хельсинки, Тбилиси и многие-многие города необъятной России объездил Гребенщиков и команда. Туры, одиночные концерты, неизменно одно – в его преддверии давать их бесплатные уличные мини-версии. Для музыканта это уже стало доброй традицией и своеобразной коллекцией в личном профиле социальной сети Инстаграм. Теперь в число так называемых томов попал и Ульяновск. Немного везений совпала бы полная магия чисел. 73-й регион мог бы стать 73-м томом в коллекции музыканта, но судьба распорядилась иначе. Мини-концерт в нашем городе стал лишь 72-й площадкой для выступления сразу после Самары. На получасовую уличную сессию группы стянулось большое число поклонников. Несмотря на формат и непродолжительность, недовольным никто не ушел. Сам дух концерта, вот это, то, что праздник. Да, построили нам праздник. Вот это настроение подняли и прям на душе хорошо и весело. Именно тенденция играть бесплатно перед платным концертом – это очень здорово. Это предоставляет выбор – хочешь бесплатно иди на концерт, хочешь платно иди на концерт. Мне кажется, очень здорово. Бегут просто мурашки. Невероятно, что вообще это вот так вот близко на концерте, потому что ты не можешь подойти так близко рядом прикоснуться. Классно. Ну а прикоснуться к полной версии выступления родоначальника российского рока зрители смогут уже сегодня. Юбилейный концерт отыграют на сцене ДК «Губернаторский». Олег Сюрин и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Ток-шоу с Андреем Малаховым. Прямой эфир. Далее в программе. А мы встретимся совсем скоро в 20 часов 44 минуты по местному времени. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс «Лето – это маленькая жизнь». Запишите веселое видео про ваш летний отдых и отправьте видео к нам. Автор самого популярного ролика получит приз. Путевку на отдых на берегу Волги. Подробности конкурса на официальном сайте gtrk.defis.volga.ru. Деловые партнеры конкурса «Строительный гипермаркет «Сарай». Сеть салонов оптики «Симбирский взгляд» и клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем в большинстве районов кратковременный дождь. Локально ливни, грозы. Возможен град. Ветер западный, умеренный. При грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 13 до 18 градусов выше нуля. В Ульяновске от 14 до 16. Завтра днем по области от 25 до 30 градусов. В Ульяновске 27-29. В лесах по югу области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.